Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Альфред Пилан, важная фигура Квебекской дзюписи Канады 20 века. Родился в Квебеке в 1906 году. Его мать умерла, когда он был еще маленьким. Отец, машинист паровоза, вырастил троих детей. В школе Пилан заполнял поля своих тетрадных рисунков и преуспевал на уроках рисования, мало интересуясь другими предметами. Позже он сменил фамилию на Пилан. Первоначальная фамилия его была Пилант. Пилан поступил в школу изящных искусств в Квебеке. Завоевывает первые призы на продвинутых курсах и заработал медали в живописи, графике, скульптуре, эскизах, анатомии и рекламе. Продал свою первую картину в возрасте 17 лет в Национальную галерею Канады в Оттали. В 1926 получает первую стипендию по изобразительному искусству в Квебеке, что позволило ему провести несколько лет в Париже и посетить Венецию. Он учился в высшей национальной школе изящных искусств Париже, где получил первую премию в области живописи, работая в мастерской Юсена Симона. Я цитирую википедию переводную. Когда его стипендия закончилась, он продлил свое пребывание в Париже с помощью своего отца. Часто работал в одиночку. Получил первую премию на выставке фрескового искусства в 1935 году в Париже. Общался с самыми известными художниками того времени. Вернулся в Квебек в 1936 году в надежде стать профессором школы изящных искусств и в родном городе, но был отвергнут присяжными, которые сочли его слишком современным. С начала войны он снова вернулся в Квебек в 1940 году и поселился в Монреале. Работы, которые он привез с собой, были высоко оценены. Но работы кубистов и сюрреалистов считалось слишком авангардными и большинство из них не находило покупателей. С 1943 по 1952 преподавал в Монреальской школе изящных искусств. Иллюстрировал поэтические книги и разрабатывал костюмы, декорации для театра. Его стиль созревал и развивался в этот период. Сюрреализм стал привлекать его сильнее, его образы стали более эротичными, а картины всегда яркие, стали еще крупнее, сложнее и фактурнее. Он подписал манифест, защищающим свободу выражения в искусстве, выступая за группу, которая призывала к искусству свободному от какой-либо идеологии. Призм оф айс так назывался этот манифест. Во время его пребывания в Париже УЗИ современное искусство организовал выставку из 181 его работы, спонсируемой правительством Франции и Канады. Пилан был первым канадцем, получившим персональную выставку в Парижском музее. Получал заказы на фрески, которые установили его известность по всей стране. В 1978 у него диагностировали лейкемию и за последние 10 лет он с помощью своего ассистента выпустил всего пять работ. Умер в Монреале 31 октября 1988 года в возрасте 82 лет. При жизни ему посвящено несколько монографий, документальных фильмов. Он получил ряд наград, почетных званий, в частности кавалер ордена Канады. Избран членом Королевской Канадской Академии Искусств. Вот так вкратце о важной фигуре в квебекской живописи 20 века Канада Альфреде Пилане. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok